Хоба! Привет! С вами доктор Влад, у нас плюс 16 с утра. Ну давайте смотреть, ребята, в Украине что-то творится. Вот утренняя новость у меня выскочила. Замминистра информации ДНР Бессонов подтвердил вывод российских войск из Изюма. Так, он заявил, что российские военные покинули Изюм и некоторые другие населенные пункты Харьковского направления. Так, по данным военкора, российские войска драпают... нет, здесь слово отходят, за реку Оскол. Так, военный корреспондент ВГТРК Евгений Подубный добавил в своем телеграм-канале, что окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой и назвал решение о выходе из города абсолютно верным в сложившихся обстоятельствах. Так, ну конечно верно. Так, что такое еще у меня здесь? А, США предупредили о наказании за попытку скрыть данные о российской нефти при потолке цен. Так, США будет наказывать. Так, в Госдепе заявили, что США введут новые санкции против россиян за поддержку спецоперации. Вы помните, как все начиналось? Что только против правительства, против Путина и его собутыльников. А вот теперь новые санкции против россиян за поддержку спецоперации. Так, что еще? Минфин США, двоеточие. Запрет на морские перевозки российской нефти вступит в силу 5 декабря. Так, что еще тут? Евросоюз введет строгие ограничения на визы для россиян с 12 сентября. Так, что тут? Тут вчера вот я посмотрел такие интересные ролики. Вот, например, ролик Фейгина. Путин шахрай с гумовою попою. Понятно, да, что такое шахрай с гумовою попою. Мошенник с резиновой задницей. Так, что тут у меня еще? Это кто у меня такой? Цимбалюк. Так, ролик. Россияне повешают Скобееву, Попова и Коношенкова. Цимбалюк предрек конец путинским ртам. Вот так вот, ребята. Еще тут ролики. Кто набив пику Соловьеву? Соловьеву морду набили, да. Точно вам говорю. Так, в Госдепе предупредили граждан России, что дальнейшие санкции США будут только хуже. Так, а, ну вот, ребята, в Великобритании принц Чарльз сменит имя при превозглашении королем Великобритании. И кто он будет? Владимир Владимирович? Нет. Как-то поменяет имя. Так. И это, что-то не говорят. Карл, что ли, как-то вот. Карл Третий. Что-то в этом роде. Или Каин Восемнадцатый. Так, РТ не открывается, Раша Тудей, что там было. Киев и Всемирный банк заявили о необходимости 350 миллиардов для восстановления Украины. Конечно, деньги нужны. А где будут брать? Да в России. В Кремле не посчитали необходимым зеркально отвечать на визовые ограничения Евросоюза. Им нечем отвечать. Так. В Курской области ищут диверсантов, обстрелявших блокпост Росгвардии. Вот оно что. Диверсанты в Курской области. Война потихонечку перекидывается на российскую территорию. Так, Медведев пригрозил США, ой, вообще начало, да? Медведев пригрозил США последствиями при попытке реформировать Совбез ООН. Хотят Россию выгнать из Совета Безопасности ООН и вообще с ООН и вообще отовсюду. Так. Бывший советник, а вот это что-то про Трампа. Бывший советник Трампа сообщил об обысках ФБР у 35 сторонников экс-президента. Ну, тоже жулики. Ну, как Трамп жулик, и они тоже сторонники. Вот так. И предъявили обвинение, ну, тоже вот сторонникам Трампа, обвинение в отмывании денег в связи с компанией по сбору средств на строительство стены на южной границе США. Помните, Трамп всю стенку строил? Так зачем это нужно было ему? А для того, чтобы деньги отмыть. Так, кто-то умер еще. Умер главный конструктор ИЛ-18, ИЛ-62, Шамиль Мухтаров. Ну, все, вот умер, да. Больше не будет ИЛов. Ну, раз главный конструктор умер, а других-то нету. Так, суд утвердил взыскание с Гугла оборотного штрафа в размере 21,7 миллиарда рублей. А за что? Из-за повторного неудаления с Ютьюба недостоверной информации о военной операции. Да, я вчера посмотрел этой недостоверной информации, прям даже душа возрадовалась. Так, появились кадры переброски российских войск на Харьковское направление. Вот оно что. Перебрасывают, не знают куда бросать. Так, Реа Новости передает. Вашингтон уже достал кнут для Ирана. Вот оно что. Будут лупить. Власти США пригрозили Apple проверками в случае использования китайских чипов. Вот так, нужно свои чипы использовать. Так, а это что такое? Какая-то жирная баба. Профессор Джонсон. Популярный трюк по сбросу веса не помогает похудеть. Если кто похудеет. Вот оказывается тут вот, знаете что? Вот есть такая старая диета. Завтракай как король, обедай как принц, а ужинай как нищий. Ну, это что-то такое. Завтрак съешь сам, обед отдай врачу. Ну, как-то так. Ну, в общем, это не работает, ребята. Идея заключается в том, что вы едите большую часть своей пищи в начале дня. Да не работает, нет. Не работает. Так. В России утвержден новый стандарт строительства домов. Ага. Новый стандарт. Зеленый. Будет одна труба. Днем по ней будет вода, а ночью канализация. Угу. Так. Это что такое? У меня же твиттер открылся. Владимирцы подали в суд из-за переименования улицы в честь погибшего в Украине генерала. Не нужен никому этот клоун. Так. Что еще? Путин заявил о готовности безвозмездно передать странам колейные удобрения. Колейные. Ну, это искало, да? У Путина много кало. Так. Московские депутаты вслед за депутатами из Петербурга призвали Путина уйти в отставку. Нифига себе, ребята, творится, а? Просим освободить себя от должности в связи с тем, что ваши взгляды безнадежно устарели и препятствуют развитию России. Говорится в обращении Совета Ломоносовского округа к президенту РФ освободить себя от должности. Нифига. Так. Что еще? В НАТО считают, что если Украина откажется от боевых действий, то прекратит существовать. Да, Украина не собирается отказываться. Так. Фонд народного благосостояния в августе сократился на 290 миллиардов рублей. Ну все, разворовали и на войну еще пустили. Так. Опять что-то твиттер. Россия выбирает все более отчаянные способы продолжать свою войну против Украины. Особенно перед лицом наших санкций заявили в Минфине США. После наложения санкций на иранские фирмы, которые поставили беспилотники в РФ. Ну вот так, поставили, ну, получить. А я вам говорил, что они не работают, эти беспилотники, потому что в России никто по-ирански не может им отдать команду. Так. Контринступление ВСУ продолжается. Битва за Херсон может стать одним из главных сражений осени. Херсонская область стратегически крайне важна. Она имеет выход к двум морям, Азовскому и Черному. И через нее проходит единственный наземный путь в Крым. Так. Битва за Херсон. Это что тут еще? Скалой, на которой была построена современная Британия. Назвала Елизаветую Вторую, ну, покойную, да? Пример Соединенного Королевства Ли Страсс. Прикиньте, да? Вот эта женщина. Скала, на которой была построена современная Британия. Так. Что тут еще у меня? Энтони Блинкин. Вот фотография с украинским псом-патроном. Да, на руках-то держит патроны. Вы все знаете его. Госсекретарь США посетил в Киеве пострадавших от войны детей и встретился со знаменитым псом-сапером. Вот с Путиным не встречается. Лучше с собачкой. Правильно. На месте Путина я бы сейчас спокойно не спал, говорит экономист Сергей Алексашенко. По его словам, падение экономики РФ в годовом выражении составляет 25%. Прикиньте, да? На четверть упало. Это дофига. Ну вот так. Дофига, заявил Алексашенко. Что тут еще? Северная Корея вот-вот превратится в красивую социалистическую сказку, обещают власти страны. С помощью двух новых законов правящая трудовая партия Кореи рассчитывает форсировать усилия по радикальным преобразованиям на селе. Им жрать-то нечего. Давно уже нечего жрать. Ну посмотрим. Россия и Китай отработали на учениях «Восток-2022» совместные удары по авианосцам. А кто строил авианосец? Не знаю. Ну фанерный какой-нибудь или картонный. США в Совете Безопасности ООН обвинили Кремль в насильственной депортации украинцев в РФ. По словам представителей США в ООН Линды Томас-Гринфилд, российские власти допросили, задержали и насильственно депортировали по разным данным от 900 тысяч до полутора миллионов украинцев. Вот так, ребята. Депортация. Что тут еще у меня? Лесная промышленность России начала терять деньги из-за разворота на восток. Ну, они и так гнали лес на восток. А сейчас уже не могут они даже гнать лес на восток, потому что нет железнодорожных вагонов. Так, мощности восточного полигона, которые включают транспортные системы БАМа и Транссиба, оказались недостаточными, чтобы справиться с потоком товаров в сторону Китая. Вот так. Russia опять туда не открывается. Сейчас посмотрим, что здесь было. Евросоюз, Киев и Всемирный банк заявили о необходимости 350 миллиардов для восстановления Украины. Вот так, да. Что тут еще у меня? Ну, Russia Today, ты что? Ну, ладно, что-то с ним. Все равно у них никакой пользы от них, от Russia Today. В США рассказали о прорыве в производстве Су-57. Это Су-57, тот самый космический истребитель. Так, ну, это вообще полная чушь. Так. Су-57 планировали поднять воздух в 2007 году, но из-за проблем с двигателем первый полет состоялся в 2010 году. Да, 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 да. А сейчас 2022-й, а его всего нету еще. Так, россияне устроили взрыв на автозаправке и попали на видео. Мощный взрыв автозаправки в Челябинской области из-за охотников за металлом. Они пытались что-то распилить бак с топливом. Прикинь, вот идиоты какие-то. Да, все взорвалось там к чертям. Так, в Москве открыли памятник Кобзону к 85-летию со дня рождения певца. Открыли в оружейном переулке. Да, ладно. Так, это что такое? Балаклею оставили. Так, в ночь с 8 на 9 сентября Балаклею все-таки оставили. Российские войска организованно вышли из города. Не драпали, а организованно вышли. Что тут еще? Пропавшую в среду школьницу нашли мертвой в Ростовской области. Школьницы пропадают. В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы. Уголовник 34-летний. Кошмар. Девочка ушла в школу, однако на уроках не появилась. Так, женская драка произошла в Воронежском ТЦ. Полиция не стала разбираться в происшедшем. Ну, чтобы они еще и полиции не наваляли. Вообще кошмар. В Смоленске из-под земли вырывались языки пламени. Вот это да, Смоленск горит. И что там было? Газопровод. Да, загорелся. Нахрен. Так, России не удалось договориться с Китаем о размещении госдолга в юанях. Китай своего разрешения не дал. Нормально. В Абхазии предложили штрафовать россиянок в откровенных нарядах. Вот оно что. По словам представителей местного населения, россиянки забывают, где находятся, и проявляют недовольство, когда им делают замечания. Разгуливают полуголыми, а потом жалуются, что к ним пристают. На рынок ходят в трусах, в магазины и по центральной улице, а там наши дети гуляют, рассказал житель Сухума. Та-та-та-та-та, штрафовать будут. Соблазняют наших ребят. Заманивают в кабаки. Абхазы жалуются на барышень из России. Так они туда ездят-то зачем? Потрахаться. Господи. В приемный покой центральной городской клинической больницы пришел калининградец с ножевыми ранениями спины. Прикиньте, а ножи не торчали? Нет. Сообщил, что на него напали на улице открытые раны спины таза, проникающие ножевое ранение спины. Пациент был под шофе. Ну, бухой, короче. Вообще, мрак, да? Сам пришел. Так. И вот интересная новость. Последняя у меня стоит. В Калифорнии медведь забрался в дом и съел торт. Нормально так. Внимание медведя привлек свежий торт с лесными ягодами, ради которого он забрался в дом. В этот момент там находились люди, которым пришлось убежать на второй этаж и ждать помощи полицейских. Когда полицейские вошли в дом, они увидели медведя на кухне. Он съел торт и рылся в холодильнике. Нормально. Увидев полицейских, животное испугалось и убежало. О, как! И все у меня почти. Продолжаем про Калифорнию. Наша Елена прислала мне очень интересные, ну, пара роликов маленьких. Смотрите, какая птичка. Я ей сразу сказал, это воробей украл, наверное, у сороки хвост и прицепил себе. Ну, воробьи они такие. Посмотрите кусочек. И пока. С вами доктор Влад. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok